добрый день дорогие друзья пришло время нашего очередного урока он как раз выпадает прямо на время перед праздником суккот как раз именно вот сегодня у нас 1 октября по еврейскому календарю 13 день месяца тишрей ну и завтра вечером как раз начинается шаббат и начинается первый день суккот первый день суккот и шаббат совпадает поэтому недельной главы не будет в празднике мы читаем определенные тексты и главы вот уже кто-то появился добрый день если будут какие-то помехи или я не знаю что вы мне сообщите крайне мере я об этом буду знать таким образом мы не читаем недельную главу последняя недельная глава по существу недельная глава последняя глава тары в изот абраха у нас считается как раз в праздник шмини ацеры то что мы называем симхат вот тогда мы заканчиваем читать тару и тут же начинаем с самого начала заканчиваем визот абраха и начинаем читать дрышит поэтому говорить о недельной главе не буду а буду говорить о празднике суккот о празднике суккот и в этом есть логика а потому что у нас наступает праздник суккот все праздники абсолютно все праздники они достаточно загадочные достаточно непонятные или понятны на самом-то деле все зависит от той позиции которую вы занимаете можно на всякую вещь издавину так что она будет просто и понятно и доступно не знаю насколько интересно все это будет но все будет понятно можно по-другому можно как-то найти такой угол зрения что будет не очень понятно но становится сразу интересно поскольку мы говорим о праздниках то вначале просто хочу дать вам некую рекомендацию просто рекомендации безотносительно вот книжка называется она иудейские праздники и здесь собственно о всех праздниках есть тексты эта книжка моя издана была пять лет тому назад и если она попадется вам на глаза то поинтересуйтесь по крайней мере многое что я говорю там написано в этой книжке и она может быть интересно кому-то потому что с одной стороны есть огромное количество материалов конечно есть с одной стороны есть материалов в самом танахе в самой таре есть конце концов книга шулхана рух законодательства где очень подробно все описывается по сути каждого праздником там по существу тот же шулхана рух он не пытается разобрать какие-то философские глубины праздника конечно этим занимается другая литература на шулхана рух нам просто рассказывает что нужно делать как нужно делать когда нужно делать то есть это же аллаха это это закон закон не вдаётся какие-то философские подробности другие же книжки пытаются все-таки осмыслить осмыслить то что происходит дабы появилась какая-то логика всего происходящего и так праздник суккот праздник суккот он по существу последний праздник из трех праздников паломничества я имею ввиду песок живот и суккот это последний праздник он заключительный праздник и самый последний наш мышь мышь мини ацер это восьмой день суккот это отдельный праздник но мы сейчас говорим именно про суккот и поскольку он последний праздник то понятно же что его сути в его сущности мы пытаемся понять все происходящее но мы же знаем что смысл предложения находится всегда в конце да и если мы читаем детектив то там кто преступник мы узнаем только в конце если мы узнаем это в начале то это уже другая литература скорее это уже учебник по психологии чем детективное произведение поэтому где-то в конце находится суть всего происходящего потому что если смысл описать в начале то тогда ну интрига интрига исчезает интрига и так праздник суккот последний праздник из всего ряда праздников и мы хотим понять что же это такое каков смысл сразу вам скажу что ответить надо вопрос невозможно по одной очень простой причине потому что видимо смыслов много и смысл находится для вас в зависимости от того где вы находитесь то есть ваше положение сегодняшнее ваше духовное состояние она и определяет общий смысл который вы вкладываете в то или иное событие поэтому если для одного смысла суккот в том чтобы ну просто принять гостей в суке сообразом шалаше да у другого там я не знаю что то это зависит от того что происходит с вами то есть смысл праздника это ваше состояние и поэтому когда естественно я рассказываю смысл праздника суккот я немножечко сами делюсь моим состоянием и показываю где я нахожусь где я нахожусь ну в общем то есть какие-то объективные моменты конечно есть да то что вот сука определенная то что есть там четыре вида растений то что нужно там проводить определенное время в суке тоже понятно что есть смысл и есть действия которые мы не можем изменить правда мы можем эти действия наделять различными смыслами и так праздник суккот праздник суккот имеет несколько названий в таре по крайней мере в таре он имеет несколько названий он называется хаксуккот так и называется праздник шалашей сука это шалаш а второй и второе его название это хага усив праздник сбора имеется ввиду сбора урожая отвечает отражается некая сельскохозяйственность этого праздника то есть он происходит в период когда мы заканчиваем сбор урожая ну и третье название просто хаг хаги хаг праздник вот мы можем разбирать конечно все три названия что такое суккот что такое усив что такое просто хаг это тоже интересно но я упомянул эти названия думаю просто чтобы это было более разнообразно по подходу по подходу значит несколько раз мы встречаем этот праздник в таре вот я открыл книгу ваикра книгу ваикра глава эмор там как раз перечисляются все праздники и как раз из этой главы эмор мы будем читать и в эту субботу отрывок тогда как там где все это описывается и вот я сейчас с вами нахожусь ваикра 24 глава я читаю какой пасух сейчас скажу какой пасух сороковой пасух сороковой м меб и там написано следующее значит и возьмите себе в этот день день 1 плод мирта при эцадар капот тмарим то есть лулав вот это вот ветка на финиковой пальмы дальше значит будут веточки это это вот это вот и вы веточки да которая находится на берегу речки и и значит там еще должен быть адас то есть вот при гадар это еще адас то что называется и трог трог да все это берется и дальше сказано следующее ве самах тем лифней ашем локей хэм шиват я мим и радуйтесь перед господом богом вашим семь дней радуйте семь дней надо вам сказать что мы сейчас праздниках говорим и понятно что праздник это всегда события радостные это не печальные события даже демки пур когда люди постятся все равно радостное событие так вот что интересно слово симха слова радость в тексте тары находится только в праздник сукот слова радость связано только с праздником сукот как ни странно а нет в тексте описание других праздников и чтобы там находилось слово симха нет я даже вот второе место нашел про праздник это вот книги дворим тоже книга дворим глава шестнадцатая глава шестнадцатая строчка книга дворим последняя строчка одиннадцатая стих одиннадцатый там написано также по поводу праздника сукот ве сама и радуйся перед господом богом твоим ты и сын твой и дочь твоя и работник твой и работница твоя и пришелец который в твоих воротах радуйтесь и празднуйте знаете в чем дело это очень важно что ну вообще любой текст вашим и такое слово как симха она ведь не просто так появляется понятно внутренне мы экстраполируем это слово на все остальные праздники и время да да действительно все праздники мы должны радоваться но почему-то в тексте написано только про это только про праздник сукот что мы должны радоваться значит это не просто так это первый момент за запомните это и второй момент каждый из праздников мы читаем одну из книжек танаха то есть у нас есть то что называется хамеш могилот пять свитков до свиток и стерс и свиток руд свиток песнь и свиток куэлит и в каждый из праздников мы читаем один из свитков один из свитков например широшим песнь песни мы читаем как раз вот в пейсах милат руд мы читаем шавуот и что интересно мы читаем сукот вот мы пришли в сукот мы пришли в суп у вы должны там радоваться мы знаем это и мы открываем ту книжку которую мы должны читать и я ее естественно открыл вот она передо мной книга называется к 있어요 4 лет курель это переводе на русский язык она еще называется эклизиаст эклизиаст переводе на русский язык, ну, это, правда, не русское слово, экклезиаст. Куэлит на иврите означает собирать. И вот я открываю и, не сочтите за труд, выслушать самый первый кусочек. Весь Куэлит, вся эта книжечка, она небольшая. Она состоит из 12 маленьких главок. Маленькие главки, действительно маленькие. И вот я просто прочитаю первую главку, там всего лишь каких-то 17-18 строчек. Мне важно это прочитать, потому что я вам сказал, что мы должны в праздник веселиться. И я готов. Это последний праздник. Я готов веселиться. Я собрал свой урожай. Я чувствую, что я состоятелен. У меня дом полная чаша. И я вот хочу с вами радоваться и веселиться. Вот сейчас в этом шалашике, который построил, украсил и взял ту книжку, которая мне полагается читать в этом шалаше. Вот я с вами ее читаю. Слова Куэлита, сына Давида, царя Вирушилаями. И дальше. Суета, сует, сказал Куэлит. Суета, сует, все суета. Какая выгода человеку от всех трудов его, что он трудится под солнцем. Поколение уходит и поколение приходит, а земля пребывает вовеки. И восходит солнце, и заходит солнце, и устремляется к месту своему, где оно восходит. Идет к югу и поворачивает к северу, кружится и кружится, движется ветер, и на круги свои возвращается ветер. Все реки текут к морю, но море не переполняется. К месту, куда реки текут, туда вновь приходят они. Все вещи утомляют, и никто вновь и никто вновь все вещи утомляют, да, и никто всего не может пересказать. Не насытятся очи тем, что видят, не переполнятся уши тем, что слышат, что было, то и будет, и что творилось, то и будет твориться. И ничего нет нового под солнцем. Ничего нет нового под солнцем. И самый конец, да? Или еще вот здесь, вот, человек был царем в Иерусалиме, пытался делать какие-то дела, да, и приходит к выводу, к очень простому выводу, что все томление дух, говорит он, ибо умножая мудрость, умножаешь огорчение, а добавляя сознание, увеличиваешь скорбь. Это первая главка. И если вы дальше начнете вчитываться в этот текст, то вы увидите, что текст очень серьезный. Более того, он абсолютно пессимистичен. То есть, абсолютно нет никакой надежды, которую мог бы человек питать в жизни. Глава за главой вы вчитываетесь в то, что жизнь не имеет никакого смысла. Все, что не предпринимал этот человек, а он человек непростой, он царь, ну, имеется в виду царь Соломон, да, Шломон, все приходит к краху, все исчезает, все умирает, логики ни в чем нет. Когда я это читаю, во-первых, у меня вопрос. Такого рода литература абсолютно пессимистичная, как она оказалась вообще в Танахе, в Священном Писании. Почему наши мудрецы решили, что эта книга должна быть здесь? И действительно, если вы поинтересуетесь историей того, как была кодифицирована эта книга, вы увидите, что были споры. Были разные мнения по поводу того, включать книгу Когелет в Священное Писание или не включать, но вот включили. Значит, в этом есть какой-то глубинный смысл. Вот что я не могу совместить. С одной стороны, мне написано, что я должен веселиться и радоваться в суке, с другой стороны, мне велено читать эту книгу, а если вы ее прочитаете, если вы ее не читали, обязательно ее прочитайте, в любом случае прочитайте, вы увидите, что веселого в этой книге мало. То есть, по крайней мере, прочитав энное количество листов, страниц и главок, вы не найдете повод для веселья, так скажем. Она заставляет сильно-сильно задуматься над тем, в чем смысл человеческой жизни. Вот, я на самом деле пытаюсь всегда найти некий парадокс. Когда вы находите некий парадокс, тогда начинается размышление. Вот этот вам парадокс. С одной стороны, радость, веселье, которое должно быть, с другой стороны, откуда же взять эту радость и веселье, когда все так грустно. И, собственно, человек из праха пришел и в прах ушел, и в этом весь человек, и что, и что. И нет смысла ни в накопительстве, ни в богатстве, ни в знаниях, ни в чем нет смысла. Потому что все, в конце концов, из праха приходит, в прах уходит, и другого пути нет. Вот, начинаем размышлять на эту тему. Почему это так? И в чем сокровенный смысл того, что здесь? Может быть, ответив на этот вопрос, мы поймем, в чем суть праздника суккот. Давайте так, где мы сейчас находимся? В суккот, суккот. Сейчас понятно, что мы находимся в комнате, но суккот. Что такое суккот? Суккот. Суккот – это некий шалаш. Некий шалаш. Шалаш – это некое строение, сделанное из подручных средств, которые были вот. И самое важное в этом строении – это крыша. Крыша – это всегда самое важное. В данном случае тоже. Схах. Она называется схах. В чем суть кошерности вот этой крыши? Ну, там есть несколько требований. Во-первых, это должна была сделана из материала, который вырос из земли, так скажем. То есть, некое растение, которое выросло из земли. Это первое. Второе. Оно не должно быть присоединено к земле. То есть, оно должно быть сорвано, срезано. Оно уже не должно иметь корни. Это растение. И еще один момент. Оно нигде не должно было быть использовано до этого. То есть, это не то, что вот дерево мы срубили, потом сделали из нее доски какие-то из этого дерева. Это же тоже продолжается. То же самое дерево другой формы. Потом эти доски где-то использовали, потом их выбросили, мы их собрали, нашли, и сделали себе крышу. Нет, так нельзя. А нужно использовать только тот материал, который нигде никогда до этого не использовался. Не делали из него никаких предметов, его не использовали в качестве какого-то другого, не знаю, понятно, да? растительный материал, растительный материал, который до этого нигде не использовался и который не связан с землей. Это требование крыши. Это первое. И второе, когда ты поднимаешь голову, то ты должен сквозь там щели, должны быть какие-то щели, и ты должен видеть звезды. То есть, обязательно при том, как светит солнце, там должна быть одна треть тени и две трети солнца. Наоборот. Одна треть солнца и две трети тени. Одна треть солнца и две трети тени. То есть, должен свет как-то пробиваться. Ты должен видеть небо. Если ты четко и ясно все это закроешь, то все, становится не кошерной. Крыша становится не кошерной. Значит, главное требование кошерности суки это крыша. Опять-таки, оно должно быть растительного характера, оно не должно быть соединено с землей, оно нигде раньше не должно было быть использовано и должны быть просветы. Одна треть света и две трети тени. Вот это вот вы должны учесть, когда вы делаете суклу. Ну, она должна быть устойчива. Стены уже не так важны. Важны именно потолок. Значит, это некое такое почти природное сооружение, которое сделано руками человека, соответственно. Далее, что еще должно быть? Должно быть четыре вида растений, как мы говорили. И эти четыре вида растений, они обязательны. Это значит этрок, финиковая ветка виниковой пальмы, мирт, несколько веточек мирта и несколько веточек оровы. Оровы, это значит ивы. ивы. То есть, это разные виды растений, что-то съедобно, что-то несъедобно, что-то имеет запах, что-то долговечно, что-то недолговечно, и они определенным образом собираются вместе. И когда ты входишь в этот суклу, ты берешь их в руки, и ты ими машешь на все четыре стороны горизонта, вверх и вниз, то есть, как бы, всю Вселенную пытаешься охватить вот этими движениями. Давайте вдумаемся, что происходит, что это такое. Я часто говорил и не устаю повторять, что человек не является частью природы. Человек не часть природы. Человек живет в природе, пользуется природой, но не является его частью. Многие составляющие нашего тела, они также имеют материально-природное какое-то начало, но мы не часть природы. Мы, чтобы выжить, должны создать свой человеческий мир. И этот мир, это, конечно же, дом, и, может быть, город, деревня, поселок, то есть, человек, существо, которое живет так, стадно, скажем, да, то есть, мы живем, можем поодиночке тоже жить, но человек, такое существо коллективное. И, конечно же, нам нужен коллектив, даже вот евреев нужен меня, чтобы молиться, 10 человек. Поэтому мы, создавая свой мир, свой дом, создаем пространство для жизни человека. И это пространство, конечно, находится в природе. Но это не природа. Если нас просто бросить в природу, то многие просто не выживут там, или начнут приспосабливаться и выстраивать там свои вот шалаши, так скажем. Шалаши тоже это не природное. Но вместе с тем шалаш не природное, но используется огромное количество именно природных веществ. Крыша вся, это звезды, четыре вида растений. Я задал вопрос. Как же так? Мы пытаемся найти радость, сидим в суке и читаем Когелет, который полон печали и пессимизма. Но нас, от нас требуется, чтобы мы радовались. Когда человек радуется? Вообще, в принципе, вы можете проанализировать, в какой момент вы радуетесь. когда по-разному, по-разному поводу можно радоваться, да? Но, как правило, радость заключается в том, что когда вы получаете некое удовольствие от чего-то, от чего-то. Это может быть от отношений с людьми, это может быть от пищи, это может быть от деятельности своей. То есть, вы получаете, наполняетесь неким смыслом того, что происходит или что вы делали, и это вас радует. Я не знаю, вы начинаете испытывать положительные эмоции, так же, как и огорчать. То есть, на самом-то деле, радость, она всегда требует некоего четкого осознания того, что с тобой происходит, и определения смысла в том, что ты делаешь. потому что, если ты не видишь смысла в том, что ты делаешь, вряд ли ты будешь радоваться. конечно, можно уколоться и обрадоваться, и никакого смысла не нужно. Но я не говорю о такой физиологической радости, я говорю о радости более сознательной. Значит, обязательно должен быть смысл. а смысл содеянного или происходящего, или в отношениях, или еще что-то, смысл, результат и прочее. Тогда он в каком-то смысле тебя радует. Коэллит утверждает, что никакого реального смысла нет. Что все бессмысленно. Поэтому особо что там радоваться. И вдруг я понимаю одну очень важную вещь. Да, может быть, в жизни человека особого смысла особый смысл найти сложно. Человек особое существо и не связанное с природой. Оно связано, но относительно. И что мне кажется, что истинная гармония, истинный смысл есть именно в природе. Природа, она идеальна. В природе, она гармонична. в той мере, в какой человек может ощутить это, он счастлив, конечно. Поэтому, иногда, находясь на природе, переставая размышлять, думать и прочее, просто воспринимая то, что вокруг тебя, человек начинает испытывать некое ощущение счастья. На берегу моря, в горах, в поле, в лесу. Вдруг вот эта вот тишина доводит до состояния на берегу речки, доводит до состояния такого ощущения гармонии, наполненности. Поэтому, я так думаю, что мы можем ощутить счастье, но не тогда, когда размышляем о собственной жизни. Нет, не тогда. Мы можем обрести счастье, когда мы, например, наслаждаемся природой или находимся в природе, в контакте с ней. Что получается? Сидя в суке, как раз мы находимся наиболее близко к природе, потому что та же крыша, те же четыре вида растений, отсутствие жилья, хотя есть жилье, хотя есть жилье, но это не то жилье, которое мой дом, моя крепость, не то жилье. Это другое жилье. Это жилье, связанное действительно с природой, и которое действительно ты можешь ощутить запах этих листьев, и если пройдет дождик, то он и на тебя прольется каким-то образом, и тебе будет прохладно вечером, и ты не побежишь сразу включать нагреватель. То есть, вот в суке есть какое-то соприкосновение с природой. И вот это соприкосновение, оно, собственно, и позволяет найти здравый смысл существования, которого вы не найдете, если вы читаете Когелет. Но чтобы его найти, здравый смысл существования, надо вообще захотеть его искать. А чтобы захотеть его искать, нужно от чего-то оттолкнуться. И я думаю, что мы отталкиваемся от Когелета. Это точка отсчета, и мы от нее отталкиваемся, чтобы двинуться вперед. То есть, я думаю, что слово радость приписывается именно к празднику Суккот, потому что там есть Когелет. Если бы там не было Когелета, не надо было писать слово радость. Не надо было. Слово радость возникает тогда, когда возникает необходимость читать экклезиаста. И когда ты читаешь экклезиаста, и поднимаешь голову, и вдруг до тебя доходит, что есть гармония, есть идеал. И он находится именно в природе. в том, что вокруг тебя. Не в том, что ты сделал, а в том, что сделал Творец. И тогда ты действительно, понимая, что есть смысл, начинаешь испытывать некую радость. Ту самую радость, которая сказана «И радуйся семь дней в суке». В суке радость. Знаете, я всегда пытаюсь понять, да, если человек не часть природы, ну, не часть, но и человек, и природа имеют общее начало. То есть, я верю, что есть Творец, который создал и природу, и человека. Значит, на самом-то деле у нас есть общая точка. У природы и у человека есть общая точка. И эта точка, точка исхода, это Творец. И если природа абсолютно гармонична, и только в ней есть смысл здравый, который человек собственно понимает. Ну, что сама природа вряд ли размышляет на эту тему и вряд ли понимает, что у нее есть здравый смысл. Это человек, который не имеет здравого смысла, понимает, что здравый смысл есть в природе. Так вот, вот точка соприкосновения природы и человека, это и есть Творец. именно в Творце мы соединяемся. Поэтому, если я хочу действительно испытать радость и обрести здравый смысл, я должен найти Творца в себе. И когда я нахожу Творца в себе, это и есть та точка природы, которая во мне есть, которая имеет здравый смысл. И если вы сможете дочитать Куэллет до конца, а я надеюсь, что вы сможете его дочитать, то на самом-то деле ответ находится в самом-самом последнем стихе. 12 глава, самый-самый последний стих. Я вам его прочитаю, потому что это не никто шпион и кто не шпион. Не-не, это не так. Но весь смысл, если вы внимательнейшим образом прочитаете весь этот текст небольшой, то когда дойдете до последней строчки, вы действительно вдруг обнаружите, что открыли для себя великую тайну. Это самый-самый последний стих, 14 стих, 12 главки звучит так. Послушаем всему заключение, то есть каков же конец, каков же вывод, и вывод такой. Бога бойся и соблюдай его заповеди, потому что в этом вся суть человека. Вот точка соприкосновения. «Если ты хочешь найти в себе точку гармонии, точку истины, точку здравого смысла и точку радости, пойми, что эта точка называется «Бога бойся и все заповеди его соблюдай». Так вот, если мы возвращаемся к тому, в чем же суть праздника Суккот, то я думаю, что когда человек строит вот это достаточно непрочная сооруженница и приближается через это сооруженница к природе, он как раз эту точку в себе начинает ощущать. Что Суккот это возможность отыскать в себе действительно смысл существования и от этого испытать радость, которая и говорится. То есть то, что сказано авторе и радуйтесь семь дней, это не то, что мы должны поднапрячься и порадоваться, нет, это результат. Мы будем радоваться, когда мы попадем в эту Сукку, когда мы действительно вот обретем единство с этой природой, с этими четырьмя видами растений, которые по-разному и запах имеют, и вкус, и цвет, которые мы распространим на все четыре стороны света вверх и вниз и как результат всех предыдущих праздников мы действительно обретем точку Бога бойся и заповеди его соблюдай, потому что в этом суть человека, и когда мы понимаем в чем суть человека, тогда все становится на свои места, тогда все становится на свои места. Это общее рассуждение о празднике, я не вдавался в конкретности, в подробности, я захотел именно поговорить о сущности, потому что подробности, конкретности есть повсюду, повсюду. А я сейчас посмотрю, или есть какие-то вопросы, а может быть конкретные вопросы есть. да, вот, ну, приветствие, жжал враха, радует, что такое количество людей смотрит этот сайт, сайт хороший и действительно полезный, но все равно как-то не хватает общения. так, всем привет, всем-сем-сем-сем-сем-сем-сем-сем-сем-сем привет, привет-нет-нет-нет, с наступающим праздником. бывает и без причины радость от господа но она видит нас не зависит она ведь от господа на бывает конечно мы то есть она не без причин она есть причина просто мы не очень причину понимаем но это это от него понимаете ведь чеку очень хочется чтобы он был хозяином ну того что с ним происходит конечно если идет благодать сверху то она сверху она можем это просить конечно но это это не наша заслуга это заслуга того кто дает эту благодать а мы всякий раз пытаемся выяснить мы то что мы ведь тоже как бы творцы по образу и подобию и тоже хотим делать и принимать ответственность отвечать за это ну вроде как и нет вопросов да я желаю всем хорошего праздника радостного праздника действительно радостного праздника и обязательно обязательно перечитайте книгу кто называется курилит по-русски на каком языке сможете но то вы мечтаете на понятном для вас языке и даст бог появится какие-то мысли рассуждение и вы сами будете на них отвечать всего хорошего шаббат шалом и хак сами